Теперь у вас достаточно знаний для того, чтобы понять, как работают операторы ввода-вывода. Когда я рассказывал про ввод-вывод в телеси, я говорил, что CIN и COUT — это некоторые специальные ключевые слова, и не объяснял, как это работает. Теперь вы можете понять, что я вас немножко обманывал, и в действительности CIN и COUT — это никакие не ключевые слова, а это просто объекты некоторых классов, для которых переопределены операторы сдвига. И, научившись перегружать операторы, вы также можете перегрузить эти операторы сдвига, операторы ввода-вывода, для своих классов. Давайте посмотрим это на примере. Будем использовать тот же самый пример класса «Elector» и определим для этого класса операторы ввода-вывода. Для того, чтобы ввод-вывод работал с файлами и CIN и COUT, надо подключить какой-то хедер, который бы осылался, определял базовый класс для потоков ввода-вывода. Например, хедер EOS-3. Внутри этого хедера определены CIN и COUT, и в том числе внутри этого хедера подключается хедер EOS-FVD. То есть его можно при желании подключить именно к его, и тогда вы избежите подключения определения CIN и COUT. Но в некоторых случаях можно подключать EOS-3. Внутри хедера EOS-FVD определяются классы STD-E-Stream и STD-O-Stream. STD-E-Stream — это базовый класс для всех потоков ввода, а O-Stream — это для всех потоков ввода. Как надо перегружать оператор ввода? Давайте начнем с него. Это оператор, который принимает два аргумента. Первый аргумент — это, собственно, поток ввода, перенимается по ссылке. А в качестве второго аргумента принимается значение того типа, который вы хотите считать. В нашем случае у вектора всего два поля, и будем считать, что на ввод будет подаваться просто два числа, которые соответствуют этому вектору. Поэтому при реализации данного оператора я из потока ввода считываю сначала первое поле, а потом второе. И важно для того, чтобы мы могли считывать несколько значений подряд, как делается здесь в реализации. Здесь один метод вызывается, второй метод вызывается. Для того, чтобы это работало, надо из оператора ввода возвращать ссылку на поток ввода. То есть мы здесь в качестве возвращаемого значения возвращаем тот поток ввода, из которого мы уже что-то считали. Аналогично делается с потоками вывода. В качестве первого аргумента принимается поток вывода в базовый класс. Если мы это определим просто для этого базового класса, это будет работать и для seout, и для, соответственно, off-streamов, например. А в качестве второго аргумента передается значение того типа, которое мы хотим вывести. Ну и здесь мы поступаем аналогично, так как в значении вектора всего два поля мы сначала вводим первое поле, потом вводим пробел, потом вводим второе поле. И точно так же, для того, чтобы можно было вводить несколько значений в один поток, чтобы можно было написать сразу же несколько операторов вывода, из этого оператора надо вернуть ссылку на поток вывода. Важно отметить, что оператор ввода и оператор вывода мы всегда будем определять как внешние функции. Потому что если бы мы хотели определить их как методы, нам пришлось бы это сделать внутри соответствующих классов и stream и off-stream, а мы не можем их менять. Они описаны где-то внутри стандартной библиотеки, и мы просто не можем внутри них эти методы добавить.